2015 год стал годом замедления темпов роста китайской экономики и продолжения реформ. Китай отменил запрет на второго ребенка, начал реформировать систему прописки. Стартовала кампания по укреплению продовольственной безопасности. Все это отразилось на жизни простых китайцев. В новом году все они надеются на лучшее. Об одной из таких надежд наш следующий материал. Район Хоухаев в центре Пекина. Душа ночной жизни столицы. В этом конгломерате баров и кафе играют живую музыку, поют представители пекинской богемы. Это место, где рождаются мечты. И для кого-то они становятся реальностью. 33-летний Хэнин Юань начал пробовать себя на местных сценах 10 лет назад. Сегодня он уже владелец собственного бара. Когда мы только открылись, это были тяжелые времена для нас. Иногда в день у нас не было ни одного клиента. Потом мы изменили бизнес-стратегию и нам предоставился шанс, которым мы воспользовались. Я считаю, что наша основная клиентура – это молодежь, поколение 90-х. Они приносят новую атмосферу, новую модель потребления, свой уникальный стиль. Впервые Хэнин Юань стал героем телерепортажа CCTV в конце 2010 года. Певец и гитарист-самоучка из провинции Цзилинь приехал покорять столичные подмостки. Многочасовые выступления в хоухайских барах были утомительны. Но мечта не давала ему сдаться. Хэнин Юань и его супруга Дин Цзи копили деньги на воплощение своих стремлений. Среди них были покупка дома, рождение ребенка и свой бар. Пение в хоухай было значительным шагом вперед на этом пути. И супруги преследовали свои мечты год за годом. И вот одна стала реальностью. Свой бар. Сегодня он один из самых популярных в хоухае. Воплотилась и вторая. В 2011 году у пары родился Цзюн Цзи. Как и отец, мальчик любит музыку. Что же насчет своего дома? Какие мечты у бизнесмена сегодня? В прошедшем году я чувствовал себя абсолютно счастливым. Удовлетворение приходит от чувства счастья и безопасности. Сейчас я понимаю, что мне не нужен роскошный особняк. Самое важное в жизни – это семья. Я желаю своей жене, сыну и матери крепкого здоровья. Пока мы вместе, я счастлив, даже если мы живем в съемном доме. Новые поправки к законодательству теперь позволяют паре подарить Цзюн Цзи, братика или сестренку. И супруги надеются получить, наконец, прописку в Пекине, чтобы не было проблем со школой. Но это не главная мечта. Моя самая большая мечта – это чтобы мои родные были здоровы и счастливы каждый день. И я жалею, чтобы бизнес моего мужа процветал. Моя следующая мечта. У меня в баре выступает немало певцов. У них такая же мечта, как и у меня. Я планирую открыть еще один бар в новом году. Хочу помочь им реализовать их мечты. Оглядываясь назад, я вижу, что мой путь был полон трудностей и преград, но усилия были вознаграждены. Это очень символично и значимо. Ханиньян говорит, что жизнь научила его не отказываться от мечты. И он продолжает стремиться к новым свершениям. И надеется, что новогодние пожелания скорее станут реальностью. Ахмед Сулейманов, CCTV